Войдем и в экскурс истории, мы пойдем и в Ветхий Завет, коснемся Нового Завета и предыстории того, что сегодня является Палестина и Израиль. Юрий, будь благословен, будьте благословенны, дорогие друзья. Мы хотели сделать эту программу, которую мы делаем сейчас, полтора года назад, но определенные факторы просто помешали. Ну помешало то, что немножко было с аппаратурой, чуть-чуть после шторма. Хорошо, что мы хотели говорить полтора года? Я говорил Юрию, я говорил Церкви, я говорил одну фразу, говорите, евреи убегайте с России. Почему? Хорошо, дело в том, что когда-то мы с тобой проводили программы, очень много программ за Израиль. И тогда я говорил, что промежуток между 70 и 80 годами создания государства Израиль будут проблемы. Почему? Потому что об этом говорила Марка 11.31, если не ошибаюсь, где было сказано от смоковницы, возьмите подобие. Если листья мягкие, лето, ну при дверях. И говорит, не пройдет род сей, то есть 70-80 лет, а перед этим говорилось и за катаклизмы, и за все. Мы говорили это, мы предупреждали об этом. Мы говорили это буквально 8-9 лет назад. Хорошо, что сейчас? И сейчас, когда начались события в Украине, я говорил, ребята, я говорил это в Америке, я говорил это в Украине, когда я приехал. Ребята, проблема будет у евреев. Почему? Потому что во всех случаях, когда что-то происходило, обвиняли одну нацию. Давай посмотрим, Франция, суд над Дрейфусом, полковник французской армии, был обвинен в том, что он сливал информацию с генштаба, то есть немецкий генштаб. Этого человека судили, над ним поломали саблю, то есть знак того, что он лишается всех гражданских прав, и этого человека судили. Пока не нашелся, пока не нашелся один военный, человек, который был связан с правом, который доказал то, что он не виноват. Давайте посмотрим 1881 год, убийство Александра Первого. Обвинили евреев, хоть это были народники, и среди них была одна девочка, девочка-еврейка. Начались еврейские погромы. Еврейские погромы практически до революции не прекращались. И самый сильный акцент ставился на Кишиневском погроме. И евреи даже сочинили такую притчу. Я где-то в одной из передач говорил за нее. Когда египтяне станут на суд, их будут положены те кирпичи, которые евреи сделали в Египте. Но когда на другую чашечку весов положат два гвоздя, которые бунтующие забили в нос дедушке еврею, они перевесят те кирпичи, которые были там. Полиция стояла, полиция наблюдала, но полиция не мешала убивать. Дальше началась гражданская война. То есть перед этим мы видим Германию. И Германия, потерпев поражение, на кого удар пошел? Евреи. Виноваты во всем евреи. И Адольф Гитлер впоследствии обвинил евреев в том, что они трусы, что они люди, которые предали. Хоть его ефрейтор, хоть его руководитель был еврей. И он тогда ему сказал, смотри, я же еврей, я с тобой. И даже уже когда Гитлер стал у власти, этого человека он помиловал. Давайте перейдем в царскую Россию. Мы видим... Я прошу, еще раньше. Ты, может, бегло прошел, так сказать, историю. Да, бегло, потому что... А Неран, Неран же апостола Павла, еврея. Я понимаю, я понимаю. То есть я усиляю твою мысль, я дополняю, что это не началось с 19 или 20 века. Крестовые походы то же самое было. Я понимаю, но если мы будем сейчас касаться средневековья... Это я бегло, это я бегло прошу. Продолжай. Это очень много цифр, очень много историй, очень много событий. То есть они были притчей во языцах на протяжении 20 веков. Да, да, да. Мы смотрим... Тут я уже даже Богдана Хмельницкого не вспоминаю. Совершенно верно. Дальше. Мы смотрим раздел царской России. Украина. Наша Ридна Нэнька. И мы видим, друзья, что когда в Париже где-то в 21 или в 22 году убили Симона Петлюру, убил еврей. И когда этого человека началось следствие, начали приходить люди, начали приходить женщины. У женщин были отрублены, то есть отрезанные груди, ужасные пытки на телах. И обычно убийство. Убийство в Франции это одно. Гильотина. То есть французы избавляют человека от гильотины, если это было из-за любви или еще что-то. Но в данном случае человека отпустили. Хорошо. Мы видим Советский Союз. Советский Союз после войны. Что произошло? Во время войны был создан антифашистский комитет, в котором были евреи. И этот антифашистский комитет ездил по Америке, собирал деньги для войны. Для того, чтобы наша страна, она имела танки, она имела все. Это то, чем занят сейчас. Ты не забывай, что я в эфире. Поэтому, если я тебя останавливаю, ты воспринимай нормально. Я воспринимаю нормально. Это антифашистский комитет. Это то, что 50 лет спустя, с тех пор, как он организован был, продолжает этот посыл Зеленский. Он тоже создает всемирный антифашистский комитет. И делает это очень успешно. Помоги ему в этом Бог. Вы поняли, друзья, в чей огород я бросаю камни. Поэтому продолжаю. Но после войны, именно этот антифашистский комитет всех судили и расстреляли. Дальше пошло дело евреев. Это снова врачи. Дело врачей. Что делается сегодня? Сегодня Россия без объявления войны начала войну с Украиной. Главный раввин Москвы уехал, потому что его заставляли, чтобы он одобрил эту операцию. И дальше в прессе Соловьев, Норкин и еще некоторые пропагандисты, они евреи. А не евреи. Что произойдет в последствии? Когда Россия терпит поражение. А я уже сегодня по интернету слышу антифашистские, то есть антиеврейские выступления. Уже. Не надо далеко. Уже. Я слышу антиеврейские эти самые. То, что в Махачкале произошло. До чего дошло, когда приземлился самолет, искали евреев. Да. Настолько ненависть против евреев, когда самолет приземлился с Тель-Авива в Махачкале. Это Кабардино-Балкан. Нет, это Дагестан. Дагестан, совершенно верно. И настолько ненависть была у мусульман, что они залезли в турбину самолета и заглядывали с фонариком. За мусульман, Юра, мы будем говорить особо. Или не спрятался еврей в турбине самолета, который приземлился. То есть как мог живой человек выжить в турбине? Юра, когда ненависть заслепляет глаза, люди делают то, что нормальный человек не сделает никогда. Никогда. Продолжай, Юра. И вот мы смотрим, что идет обвинение теперь евреев. Но, но, есть еще одна фаза. Когда будет поражение, скажут Соловьеву, смотрите, это еврей. Скажут Норкину, это еврей. Почему вы агитировали русских людей идти на войну, а ваши дети занимаются гомосексуализмом в Британии? Сын Соловьева, извините, гомосексуалист. Это уже это самое. И когда Соловьеву сказали, говорят, а что он пойдет воевать? А что остальные идут? А что идут остальные? И вот вопрос. Соловьев, это позор. Я понимаю, и евреи так говорят. Позор, да. И евреи так говорят. Но вопрос заключается в том, идет война. И надо виноватых. Знаете, я когда-то читал книжку, я не помню ее название, или 48 законов власти. Ну, интересная книжка. И там было одно. Но, правда, это не за Европу, это было за Китай. Когда китайский император начал войну, и он увидел, что в армии не хватает продовольствия, и в армии начинается бунт, он призвал своего самого лучшего друга и сказал, помоги мне. Он говорит, а что тебе надо? Мне нужна твоя голова. И он казнил этого друга, пообещав ему, что семью он досмотрит все. И подняв эту голову, он сказал, вот этот человек является виноватым. И вот вопрос, что будет с евреями? И снова, друзья, вопрос заключается в том, что во всех войнах, когда что-то было не так, виноватыми были евреи. Виноватыми были евреи, и мы полтора года назад хотели кричать, евреи, убегайте с России, оформляйте документы, убегайте. Почему? Потому что, друзья, мы люди, мы люди, которые благодаря евреям имеем сегодня Евангелие, имеем Новый Завет, имеем 39 книг того, что вы называете Танах. Танах – это благословение для нас. Там мы черпаем мудрость, там мы черпаем благословение, там мы познакомились с Богом, с Богом Израиля, с тем, который любит миловать, который любит благословлять. И возвращаясь, Юра, возвращаясь, я знаю, ты хороший проповедник, я возвращаюсь в тему, ты пошел уже в духовную тему, приводишь нас к покаянию, это хорошо. Я не к покаянию, Юра, привожу, хоть и это для нас надо. Я просто говорю, что мы имеем благодаря тому, что евреи пришли к нам, и сегодня наша ответственность – это наша молитва, это наше предупреждение тем людям, которые сегодня живут там, где над ними, извините, уже меч, как говорится, навис. Юра, уместно будет войти в экскурс историю Ветхого Завета? И откуда, так сказать, начинаются эти измаильтяне? Можешь… Хорошо, Юр, я не хотел бы сегодня трогать Ветхий Завет, но у меня есть тема намного интереснее. Намного интереснее, которое тоже касается этого конфликта. Почему? Потому что, оказывается, Московская криптобиржа, она поддерживала Хамас, она платила миллионы, для того, чтобы эта война началась. Почему? Потому что Россия сейчас в тупике, и для нее надо развязка. Для чего? Для того, чтобы Соединенные Штаты оставили Украину и больше работали с Израилем. И еще вторая. Им надо блок, России надо создание блока Ближнего Востока. То есть на свою сторону перетянуть то, что они пытаются делать в африканских странах, на свою сторону перетянуть, кроме Ирана, который уже на их стороне, и целый ряд арабских государств. Поэтому это вторая причина. И я хочу вторую часть как бы начать с того, с человека, которого я очень уважаю. Очень. И скажу почему. Хоть многие люди скажут мне, Юра, у тебя с мозгами не все в порядке. Это Ясир Арафат. «Человека я уважаю за его напористость и за его желание предоставить своему народу землю. Для того, чтобы в этой земле они жили спокойно, они жили благословенно, и они жили хорошо». Он прошел через многие вещи. И он вышел на контакт с Израилем. Хоть организация освобождения Палестины, она воевала, делала определенные террористические акты, но этот человек и шел. И шел к достижению своей цели. И однажды перед подписанием одного из договоров один еврей убил двоих мусульман, двоих палестинцев. И евреи понимали, что все, это кончено. Договора не будет, но пришел Арафат, опустив голову, сказал, ну неужели из-за этого случая мы прекратим такое хорошее дело. И вы знаете, договор пошел, и когда жил Арафат, был мир. Хорошо? Ну там был относительный мир. Я понимаю, Юра. А теперь мы подойдем к другой фазе. А почему сегодня Хамас сделал это все? Хорошо, друзья, здесь надо нам нырнуть немножко в исламскую теологию. Договор, заключенный не с мусульманами, не имеет юридической силы. Если мусульманин подпишет с вами указ, то есть договор, завтра он его нарушит. Завтра он его нарушит. Почему? Потому что ему мусульманин скажет, как ты мог, например, с христианином или с иудеем подписать договор. С неверным. Да. Хотя, хотя, Мухаммед, которого они очень хвалят, оставил письмо. И вот я слышал, Задорнов говорил, что в Синайском монастыре он видел это письмо, заверенное рукой Мухаммеда. Он сказал, что христиане – это наши друзья. Я возьму теперь историю. Когда Мекка взбунтовалась против учений Мухаммеда, это было до 620 года, когда они сделали выход из Мекки в сторону Медины. Мухаммед посылал своих сторонников в Эфиопию к христианам. И именно христиане спасли их от смерти. Дальше, когда мусульмане ишли войной, именно христиане открывали им ворота. И вот Мухаммед написал вот это письмо, это братья ваши. И он написал, когда будет война, вы обязаны защищать их. Что же вы делаете сейчас? Что же вы нарушаете слово своего пророка, которого вы обожествляете? Юра, ну ты не забывай, что когда он начал свою террористическую жизнь, уже, так сказать, после того, как он в этих пещерах получил эти псевдооткровения, как мы говорим, дьявол ему там показал какие-то видения, ты не забывай, что он начал это с того, что начал рьяно уничтожать красивейшей архитектурой храмы христиан. То есть, одной из причин, почему он восстал против христиан, хотя, говорят там, в зависимости от того хана, который, или этого предводителя, который вставал на престол, было послабление по отношению к христианам и было усиление гонения на христиан. Но одним из причин, почему он принял эту религию свою, это заблуждение. И этот терроризм начал против христиан, потому что он говорит, что христиане воздвигли себе видимых богов в виде изваяний, истуканов, изображений, икон. И он начал с того, что он тысячами, это не я говорю, это история, тысячами уничтожил христианских храмов. То есть, это я к тому, что я не противоречу тому, о чем ты говоришь. Но не всегда, Юра, это справедливости ради будет сказать, не всегда, что он был рьяным защитником, апологетом христианства. Я понимаю, Юра, он не был защитником, он написал слова. Но я хочу немножко внести ясность, потому что во многих случаях христиане, как и мусульмане, хотят очернить друг друга. Мы смотрим. История в 620 год нашей эры. Это у евреев, первый год ихнего, мусульман, первый год ихнего лета исчисления. Это первый год хиджры, то есть, выхода из Мекки. То есть, они двинулись в сторону Медины, там их приняли, иудейские племена, все, и там практически стала база Мухаммеда. Совершенно верно. Хорошо. В 632 году Мухаммед умер, но еще таких военных действий не было. Он посылал послов в разные страны, в разные страны, для того, чтобы они приняли ислам. Пока не укрепился. Дальше. Он в 632 году умирает, и на его место стоят четыре праведных халифа. Один из них Амар. Амар. Первый был Абубакр. Абубакр, это был его зять, то есть, его как бы отец дочери, которая вышла за него. Ну, извините, в 9 лет он отдал свою дочку Айшу. Ну, я, например, этого не понимаю. Дальше. Потом, после него был Амар, Осман и Али. Али был, это его и племянник, и его зять. Жена этой на дочери Фатиме. Что делали первые мусульмане? Вот как раз жизнь вот этих халифов. Когда они подходили к какому-то городу, сначала, ну, Мухаммед жил недалеко. Практически, то есть, время, когда он умер, еще было, ну, близко к ним. И самое первое, они предлагали городу сдачу принятия ислама. И сохранение жизни. Да. Но если город не хотел принимать ислам, они говорили, вот дань, которую вы должны платить за свою веру. И так было. И не было того, что его сегодня. Хорошо. Ну, Юра, мы ушли далеко. Хорошо. Вот смотри, у нас сейчас стол. Вот стол круглый, красивый, все. Я не знаю, где-то такой красивый стол достал. Хорошо. Но вопрос заключается в том, давай мы теперь разделим этот стол наполовину. И назовем эту часть, это дом мира, и вот эта часть, это дом войны. Дом мира, это все мусульманские страны, которые имеют одну, один Коран, одного пророка, одни законы, ну, и все остальное, они практически имеют единое. И второе... Суниты и шииты, это два противоположных... Юра, это мы дойдем. У нас православные католики и евангелисты, и протестанты тоже. Но ты говоришь один, там не один. Там разновидностей столько, они враждуют между собой. Юра, двое основных, шииты и сюниты. Ну да, совершенно верно. Сюнитов 90%, шиитов 10%. И мы смотрим теперь второе, это дом войны. Это все не мусульманские страны, которые надо или завоевать, или уничтожить. Проблема Израиля в том, что в доме войны, то есть мира, появилась страна из дома войны. Будь евреи и мусульманами, никто языком бы не пошевелил. Потому что это чисто исламское дело. Когда турки пол Египта вырезали, им сказали, ребята, не мешайтесь, это наше чисто мусульманское дело. Хорошо. Но теперь давайте посмотрим на Палестину. То есть на территорию Израиля. И поймем, откуда растут ноги. И вот мы видим, друзья, то, что появляется страна из дома войны. То есть это Израиль. И мы смотрим историю этой страны. Почему евреи искали место, куда они могли собраться? Потому что мы знаем, в любое время они были, как говорится, людьми, которые были обречены на смерть. Обречены на смерть. Мы видим, что творилось в царской России. Мы видим и дело Бейлиса, и любые дела. Надо обвинить евреев. Так они делают мацуно-еврейской крови. И это говорили довольно высокие люди в религиозном мире. Это говорили православные священники. Но мы знаем прекрасно, что это ложь. И когда был один из судов, адвокат сказал, это невозможно, чтобы евреи это делали. Докажи. Что это невозможно. Да. Говорит, позовите любую еврейскую женщину с улицы. Позвали. Он говорит, женщина, приготовьте нам яичницу. Омлет. Она говорит, ну для этого мне нужен стакан. Стакан, чтобы он просвещался. А для чего? И она показывает, она разбивает яйцо в этот стакан и смотрит, нет ли там крови. если есть кровь, она просто выбрасывала это. И тогда судьи поняли. Евреев обвиняли по любой мелочи. Они были виноваты by default. by default. есть такой, ну, в компьютере есть такой такой option by default. То есть автоматом. Автоматом. Хорошо. И вот мы видим, после войны много евреев, когда был 1939 год, много евреев въехало в Израиль, то есть Палестину тогда. и английское правительство оно издало Белую книгу. Ты говоришь, 1939. 1939. Нет, раньше же было. 1939. Но Лига наций же в 2014 году. Юра, я тебе говорю, что когда евреям запретили ехать в Палестину. И вот евреи пробовали, фрактовали корабли и все, но их просто расстреливали в море, люди тонули и все. После войны началось, как говорится, много людей приезжать. И тогда организация, то есть английская администрация начала довольно жестоко обращаться с ними. Они были колониатами. Да. И тогда авода, партия авода, то есть партия труда, она объявила войну. Войну английским офицерам. Начался отстрел именно офицеров, не солдат, а еврейских, то есть английских офицеров. И в 1947 году Англия сдала мандат на управление Палестиной в организацию объединенных наций. И та разделила эту территорию на две части. Одну Израиль, другую Палестина. Но! Вот здесь, дорогие, есть очень большое но. Забрали ли евреи Палестину? Или нет? Забрали ли евреи эту территорию? Вы знаете, когда-то даже мы с тобой говорили о том, что когда показывали разговор евреев с палестинцами, палестинцами, вы забрали нашу территорию, евреи, мы у вас ничего не брали. У вас эту территорию забрала Трансиордания и пролила очень много вашей крови. Почему вы об этом не говорите? То есть Трансиордания после этого начала называться просто Иордания. Она забрала эту территорию, которую последствия евреи отвоевали у них. Это одно. И даже Моше Даян дал бумагу, по которой руководство храмовой горой он отдал мусульманам. Ты приложил толкование, это был премьер-министр. Да, тогда это был генерал. Потом он стал премьер-министром, но для того, чтобы как-то не увеличивать конфликт, он дал, говорится, руководство храмовой горой для мусульман. Когда евреи сейчас претендуя на землю, на еврейские поселения, которые находятся на их территории и все близлежащие территории, они ссылаются на исторические их принадлежности. Они не ссылаются на то, что нам Англия дала или Великая Британия дала или ООН разрешил. Они по праву претендуя на владение этой землей, они говорят, это наша территория. Хорошо. Кто такие филистимляне? Вот тут вопрос. Знаю. Я сам исследовал. Палестинцы являются частью этих филистимлян. Нет. Нет, Юра. Ты прогугляй. Когда ты говоришь гугл, ты убиваешь гугл. я смотрел и читал литературу по этому поводу. Смотри, тех народов филистимлян, моавитян, аммонитян, эдомитов, их нету. Они вымерли или уничтожены или ассимилированы в другие народы. Палестинцы были хамитами, а эти палестинцы семиты. Другими словами, английская администрация, когда в 17-м году дала разрешение евреям эта декларация Больфура. А почему возникла декларация? Потому что человек Хайм Вейтсман, это инженер с Пинска, приехал в Англию, стал профессором Массачусетского, не, не Массачусетского, одного из университетов Англии. Стэнфорд, наверное. И он сделал, короче, началась Первая мировая, Англия потеряла всю взрывчатку. И тогда Вейтсман создает дешевую, не, не порох, взрывчатку, дешевую и эффективную. И просто дарит это английскому правительству. Его спросили, какую цену ты хочешь? Они сказали, освободите Иерусалим. Дайте, чтобы мы там создали еврейский очаг. И я уже рассказывал, как генерал Олемби взял Иерусалим без одного выстрела, по Божьей милости. Пришли парламентеры английские, турецкие и предложили торжественную сдачу Иерусалима. Но я более склонен к тому, что понятно, евреи ассимилировались в народы, но часть той родословной, которая шла от филистимлян, от филистимлян, которые не были уничтожены ни Давидом, ни Саулом, то есть оставлены были небольшое там колено их, все-таки я более склонен к тому, что это часть, они даже созвучны, Палестайн филистимлян. Юр, это тоже самое название. Ну да, совершенно верно. Тоже самое название. Поэтому я более склонен, что это все-таки имеет корни филистимлян. Я понимаю, просто когда у меня была возможность доступа к еврейским библиотекам, я это все читал, и они говорили о том, что англичане, боясь евреев, они начали туда подселять арабов. И началось то, что мы называем еврейским вопросом, потому что арабы вырезали еврейские поселения. То, что они по сегодняшний день делают. Да. Дело в том, что какой парадокс, что те палестинцы, которые живут в Израиле, являясь гражданами Израиля, не те, которые в Вестбэнк, не те, которые в Газе, потому что палестинцы, они населяются в отдельных своих поселениях в Вестбэнк, Западный берег и Газа. то, что происходит сегодня. На Вестбэнк это не происходит, это в Газа сегодня происходит. Так много палестинцев, они не живут ни там, ни там, они живут прямо в Израиле, являются частью Израиля, частью, они живут в пределах Иерусалима, в пределах Тель-Авива, многие живут. Они двумя руками за Израиль. Я понимаю, даже такое племя, как друзы, народу, это мусульмане, и они сказали, мы за Израиль, мы за Израиль. И вот смотри, Юра, интересная вещь, начался Хамас, начался Хамас, тот договор, который подписал Ясир Арафат, с Клинтоном и с этим, Ну, он подписал это с евреями. И получается, что вроде для арабов это нормально. Но есть люди, извини, как семья не без рода. Я просто боюсь это говорить в программе, но извини, как понос в организме. Они не могут спокойно. Они начинают там бурлить, бунтовать, бунтовать. Результат. Результат. Результат довольно плачевный. Я сегодня смотрю интернет. Я сегодня смотрю, стоят бородатые дядьки наши, русские. Я думаю, Боже, какая бестолковщина. Что они говорят? Вот, там довели, сказали, что никакого мусульмане не делали насилия, ничего, все. Извините, когда люди, журналисты, видели отрубленные головы еврейских детей. Почему вы молчите? Когда Хамас, извини, сделал такое страшное? Не говори мне о России в этой программе. А Россия поддерживает Хамас? Знаешь, почему не говори? Потому что они сейчас говорят, что они защищаются, новые же, пустили новую пропаганду, что они защищаются от Украины, которая напала на Россию. То есть, там винегрет такой в голове, мне о России не говори. Ну, я понимаю, Юра, там, извини, когда у пьяницы, у него в голове все это самое. Но, что мы смотрим? Я просто говорю, ребята, ну, вы посмотрите внимательно. Почему вы обвиняете евреев? Когда начали войну, не евреи. Евреи все делали для того, чтобы эта территория развивалась. Они оставили города для палестинцев, они оставили школы, больницы. Почему Хамас свой штаб сделал в подвале больницы, самой большой больницы, которая рассчитана на 500 человек? И это, кстати, больница, это больница, которая была сделана англичанами и американцами. Ну, правильно, я же говорю, они оставили это все. Совершенно верно. Они оставили школы, они оставили все, но именно там, под этими школами, живым щитом, извините, эти люди ставят живых людей, своих людей. Они врезаются в тоннели и в землю как кроты, как мыши. Когда-то я слушал интервью Арафата, и он, журналистка, спрашивала у него, и знаете, тогда в этой эйфории, что у них своя земля, у них свое телевидение, да, у нас есть то, но у нас есть и шахиды. Шахиды – это самоубийцы. И сюниты, сюнитские богословы, размышляли над этим, они сказали, это люди, которые не пойдут в рай, это люди, которые убили себя сами, эти люди пойдут в ад. Но другая часть говорит противоположное. Хорошо, и мы смотрим сегодня. Знаете, это игра на публику вот этих некоторых бородатых дядь, для того, чтобы, ну, извините, ему лайков побольше поставили. Ну, пожалуйста, ребята, идите, разбирайтесь. Но если вы так хотите воевать, что вы языком болтаете? Но вопрос, Юра, не в этом. Вопрос, мы, как христиане, мы, как верующие люди, мы понимаем сущность этого конфликта, мы понимаем, что это навязано в большинстве исламской идеологии? Ты добавляй, евангельские христиане. Мы не христиане, мы евангельские христиане. Юра, дело в том, что мир смотрит на христиан как на одно целое, как мы смотрим на евреев как на одно целое, как мы смотрим на мусульман как на одно целое. То есть, мы видим. И, что интересно, вот как раз ты меня направил к интересной мысли. Смотри, насчет чего идет война? Насчет земли. Нет. Клочко земли. Нет. Борьба противоположностей, идеологии. Юра, идет война за Иерусалим. Не ставится вопрос территории Израиля, никто об этом не ставит Иерусалим. Отдайте нам Иерусалим. И когда я читал еврейскую литературу, еще когда я был в Нововолынске, евреи четко и ясно подвели границу. Война будет между трех сторон за Иерусалим. Первое, это будут сами евреи воевать за него. Второе, это христианская линия. И третье, мусульманский блок. Они все будут воевать за Иерусалим. Каждый из них захочет иметь Иерусалим. Если христиане хотят сделать его интернациональным городом, мусульмане его хотят сделать своим городом, и евреи его хотят сделать полностью своим городом. Это их город. Это их столица. И что интересно еще? Коран. Вот это интересная вещь. Коран говорит, в последнее время перед приходом Масиха евреи будут в Иерусалиме. Иерусалиме. Теперь у меня вопрос. Хоть я хотел много говорить по этому вопросу. Почему люди, которые называют себе именем пророка Мухаммеда, извините, не хочу говорить этого слова, почему они ненавидят то, что говорит Мухаммед? Вопрос. Мусульмане, ответьте, почему вы ненавидите своего пророка? Почему те слова, которые он говорил в Коране, вы не исполняете? Почему? Он говорил, что если люди хотят с тобой жить мирно, живите. Смотрите, мирно жили люди в Израиле. Что наделали? Я жил с мусульманами здесь в Сакраменто. Извините, когда жил один мусульманин с семьей, все было прекрасно. Когда съехалось их родня, это, извините, куча нападала постоянно. А ты говоришь, ты тронул малую часть Америки, пригороды Сакраменто. Ты смотри, что происходит сегодня в Америке. Ты смотри, что сегодня блок арабов создался в Конгрессе. Блок арабов создался в Конгрессе. И кричат, освободите Палестину и все. война Израилю. Ты смотри, что по отношению к Израилю намного меньше демонстрации в поддержку, чем по отношению к арабам и к христиницам. Хорошо, Юра, тут интересная позиция еще среди евреев. У нас есть господа, у которых очень длинные пейсы. Это евреи-хасиды. Евреи-хасиды увидели много фальши у сионистов. Пример, венгерские евреи в 44-м году, когда Хорти где-то рыпнулся, это был руководитель венгров, немцы закрыли, то есть завоевали Венгрию. И стал вопрос, 800 тысяч евреев. Куда девать? И вот теперь с Израиля проезжает посланник Бен-Гуриона. Я не знаю, почему приказу он обманывает евреев. Они забирают только сливки общества. Равинов, бизнесменов. И одна его мама этого человека просила, чтобы он вывез с одного хасидского раввина. Он его вывез. Но после того, когда они направили 800 тысяч в Бухенвальд и в Освенцем, хасиды возненавидели сионистов. И это пишется в еврейской литературе. Это говорит, я его уважаю на интернете Михаил Финкель. Он говорит об этом. И получается, плюс первые, которых повезли в Бухенвальд и в Освенцем, им дали открытки, чтобы они написали обратно, что им все хорошо, все, их тут приняли, классно, нормально, и остальные приехали, и 800 тысяч евреев уничтожили. Вот вопрос. И сегодня хасиды, они говорят, это не Израиль, это не тот Израиль. И я видел много фотографий, когда хасиды говорили с Ираном, мирно, спокойно. Они не считают этот Израиль Израилем. Они говорят, Мессия придет и основит Израиль, то есть организует Израиль. И вот почему много евреев, даже в Америке, они выступают на стороне палестинцев. Совершенно верно. Митингуют на стороне палестинцев, да. Они не являются поклонниками или приверженцами вот этого крайнего крыла иудаизма. Они не являются. Они безбожники сами по натуре американцы. Американские безбожники, совершенно далекие от Бога люди. И тем не менее они защищают как ты говоришь палестину. Я понимаю. Дело в том, что понятие безбожники. Я сегодня вижу, что людей мало тянет исследование Писания. Я знаю, что у хасидов есть школы специальные. Они учат. И ты знаешь, Юра, столько много находишь в этом Писании. Столько много. Столько много уроков, столько много благословений и столько много, через что Бог говорит лично к тебе. Юра, у нас нет систематического курса обучения или подготовки как служителей. То есть, что я говорю систематического? Это глубинного, фундаментального. Юра, я тебя прекрасно понимаю. В системе. То есть, у нас это не в системе. Там чуть-чуть, сам чуть-чуть, там похватали. А нет систематического, точно так, как и систематического богословия нет. Я понимаю. Это все, так сказать, в одной каше. Юра, у нас сейчас другой вопрос. И нас сегодня волнуют евреи. И вы знаете, друзья, я хотел бы говорить снова к русским евреям. Почему? Потому что получается то, что именно на этих людей уже падает, падают камушки. Фашистские организации России, а такие и есть, они конкретно говорят, они конкретно говорят о расправах над евреями. и это не только в Москве, это в других местах. Дальше некоторые евреи подогревают это все. И это будет плюс к тому, в Украине президент еврей. По еврейским канонам зеленский еврей, потому что мать еврей. как и Порошенко был еврей. Да, я понимаю. И плюс к тому, плюс к тому, сейчас начинает в Украине обнаруживаться некоторые финансовые проблемы, которые ближайшее окружение Зеленского оно делает. И это тоже проблема. И это тоже камушки. И эти камушки уже понемножку начинают показываться. Но хотел бы сказать еще одну вещь. В 1900 в 2000 2000 2008 2009 я смотрел одного из украинских политиков, который предлагал евреям пять областей Украины для того, чтобы там было создано новое государство, новый Иерусалим. Это восток Украины, по-моему. Да, пять южных областей. Сегодня в Украину уже вернулись больше 100 тысяч евреев. И этот человек говорит в том, что если страна, в которой нет специалистов, она не может развиваться. В Израиле одни специалисты, они не могут найти работу. Но если евреи приедут в Украину и они начнут ковыриться свою деятельность, Украина быстро пойдет вверх. И этого боятся. И это боится в первую очередь Россия. Но сегодня Украина это одно из мест, где евреи, ну никто никогда у нас евреев не гнал при мою... Я был руководителем еврейской общины своего города. Никто мне еще никогда не говорил. Все знали, что мой отец горный еврей Кавказа. Все знали. И я этого никогда не доил. в бытной нашей молодости с тобой, Юра, мы знали, что евреи занимают ключевые позиции, посты и должности на многих уровнях, за исключением, если они не были коммунистами, их не пускали в верховный аппарат. А так везде, это учителя, это профессора, это доктора, это заведующие всевозможные. Поэтому действительно, понимаешь, из-за того, что мудрый во главе Украины стоит еврей. И он понимает, что если больше евреев в стране, в государстве, так это больше возможностей для мозгов, для народа, для страны. Точно так поступает Америка. Смотри, как в основном объединены сегодня демократы и республиканцы на нашем политическом олимпе. что-то их объединило. Потому что и там евреи, и там евреи. Несмотря на то, что они находятся на разных политических баррикадах. И их объединило. Практически стопроцентное согласие по отношению к Украине идет сплошное сейчас со стороны республиканцев сплошное противостояние выделять им ресурсы. Но по отношению к Израилу единодушно давать, давать, давать. Это я рассматриваю в этом это не только, что Израиль находится в поле политического влияния Америки, но из-за того, что там много евреев, там, наверное, процентов 70, если не 80, евреев заседает в Конгрессе и в Сенате. Я понимаю, Юра, и самое главное это финансовые воротилы, это тоже евреи. И я думаю, что если что-то будет связано с Украиной, куда уже, ну не знаю, мне где-то около месяца назад сказали, что около 100 тысяч евреев уже там в Украине. Мы знаем, что в Днепропетровске Коломойский построил очень сильный центр еврейский. Я его видел лично. Ну его посадили сейчас. К сожалению, еврея посадили, еврей-еврея посадил. Я понимаю, это ненадолго. Это ненадолго. Отпустят, да? Да. И дело в том, что, понимаешь, дело в том, что Украина это благодатная земля. Мне когда-то говорили люди, посади палку в землю, вырастет дерево. Дальше. Мы видим, что насколько Украина есть благословенной. И это все оно будет работать. Будет. Но сейчас тема другая. Тема за евреев. Снова мы смотрим сейчас Ближний Восток. В Ближнем Востоке сейчас замешаны интересы определенных людей и самый больше замешан интерес России, который хочет, чтобы вектор сместился с Украины где-то в другую сторону. Совершенно верно. Хорошо. Но если мы смотрим мусульман, мы видим, что Турция чуть ли не объявляет крестовый поход. Я слышал выступление Эрдогана, он сказал контролю. Хотите крестовый поход? Это тихий ужас. Да, вы его получите. Но, ребята, вы не забывайте одно, что было тогда, когда в 1400 каком-то году вы взяли Константинополь, что тогда на лошадке с мечом ты проехался. Сейчас не надо лошадки, не надо меча. Сейчас одна маленькая железячка упала. То есть это люди конкретно планируют уничтожение населения, уничтожение генофонда, уничтожение мужиков. Юра, почему ты его не отправишь, Эндергана? Почему не отправишь в книгу Откровения? Это сошли его на место из книги Откровения, стих конкретный, там, где евреи будут семь месяцев трупы выносить. Семь месяцев. Неужели он не читает книгу Откровения? Наверное, нет. Дело в том, что по исламской идеологии в Коране написано, что Бог дал, то есть Аллах дал Тору евреям, Инжил, то есть Евангелие христианам и Коран мусульманам. И сегодня мусульмане опираются типа на Коран, то есть на Новый Завет, и они говорят, что Бог послал, сказал, что даст другого утешителя, не читая дальше. То есть идет откровенная ложь. Но спрашиваешь, ребята, но вы же говорите, что Аллах дал Инжил христианам, что же вы не читаете? А ты знаешь, шайтан пришел и поменял стихи. И сегодня христиане читают ложные стихи. Вопрос вам, дорогие, почему в ложных стихах вы ищете подтверждение Мухаммеду, которого в Новом Завете нет. И который не являлся и не является утешителем. Да, который не является, потому что там написано за дух, а Мухаммед был человеком. Я понимаю, ислам это не будем говорить религия, которая идет от Нового Ветхого Завета и дальше. это отдельная ветвь, которая пошла, Мухаммед ее сделал и все. Потому что так, спасение пошло не через Исаака, а через Измаила. Дальше, очень много законов изменены в кошмарном виде. Ну, например, один из законов, Новый Ветхий Завет пишет, если женщина вышла замуж и муж ее не захотел, он отпустил ее. Дает ей письмо. Да, разводное письмо. Но если он перехотел, он может взять ее обратно. Совершенно верно. Но если она вышла замуж второй раз и развелась, все. Что говорит Коран? Я не помню, это вроде вторая сура Мариам. Говорится о том, что если он отпустил ее, она должна там выйти пару раз замуж и только тогда он может ее принять. Нонсенс. Нонсенс. Да. Юра, что меня удивляет, что территория Израиля несколько процентов от всей территории Ближнего Востока. Территория Израиля несколько процентов из ста, которые занимают арабы, 100% всей территории занимают арабские страны и несколько процентов занимает только израиль такой чисто чисто такой ну человеческий вопрос почему для двух миллионов палестинцев не найдется место в этих почти 98 процентов территории это знаешь что здесь есть духов очень глубокие глубинные процессы мы же понимаем никто не понимает из евангельских христиан за исключением христиан некоторых деноминаций которые там у них настолько глубокий винегрет там и и мусульмане и буддисты это то что недель несколько недель назад происходило в москве ты знаешь о чем я говорю мы туда не лезем когда там смешались кони люди там и российские офицеры в церкви за кафедрой в кавычках проповедуют там и буддисты свое рассказывают там и молятся за за каких-то мусульман за счет только там и нету так называемые христиане но я говорю евангельские христиане мы же понимаем что религия ислама это дьявольская религия бог оставил на планете земля для человека то что названо ветхим и новым заветом библия вот это все все остальные отклонения это явно дьявольское заблуждение это жереси это не написанное божественным вдохновением как мы говорим кран это голоса из преисподней демонические духи изложили так сказать священное в кавычках писания мусульман поэтому мы же как здравомыслящие христиане евангельские я всегда подчеркиваю мы понимаем что как ты решишь откуда ноги растут и мы понимаем глубинный так сказать корень происходящего это не просто там один народ восстал против другого дьявол заинтересован уничтожить божий израильский народ согласен юра но я хотел бы в конце то две вещи но первое когда-то один выступал раввин он сказал что украинцы это потерянные евреи 13 колено но не знаю не знаю но если это говорить это надо долго говорить подводить чему-то второе что он сказал что вернее сегодня израиль и украина они связаны единым врагом или едиными врагами и возможно возможно бог через этот союз украины и израиля будет что-то делать дай бог то что мы говорили дорогие евреи россии вы прекрасно понимаете в россии для вас будущего нет ваших раввинов раввин москвы уехал другие уезжают и все понимают что это такое мне просто жалко одно молодые уедут богатые уедут дедушки бабушки российские евреи да еврейские они останутся не потому что им ехать некуда и я хотел бы сейчас попросить да просто попросить русское население русских людей пожалуйста когда будет эта проблема когда будут еврейские погромы они будут пожалуйста помогите этим дедушкам бабушкам чтобы они говорится ну дожили до своего времени и ушли с этой земли своей жизни те которые сохранят жизнь евреи они благословены богом да да и за это за героев веры или как мы называем людей которые войну спасали евреев возможно у нас будет программа но хоть частично мы это делали мы говорили мы называли и эти люди даже их не имена написаны в израиле на горе герцена то есть на аллеях там написано эти имена и написаны города так что дорогие друзья мы с вами входим в довольно интересное и нелегкое время последнее время и пусть господь благословит нас пусть господь умудрит нас и пусть милость божья будет над нами и пусть как говорится бог благословит израиль тот израиль который он создал и пусть милость божья она будет над израилем над каждым евреем спасибо который на земле спасибо за твое участие милость божья милость божья милость божья